Мурат, что будешь брать, братан? Мне пару лимончиков надо, чуть картошки. Мухаммед, доброе утро. Доброе, доброе. Как дела? Hello. Hello, guy. Ну дайте нам штук пять вот таких лепешек и один лаваш. Мы у вас хлеб брали вчера вообще супер. Очень вкусный, да. Какой вот это армянский лаваш? И армянский, и лаваш брали. Это же узбеки. А это армяне делают. А давайте армянский и четыре таких. Давайте попробуем. Вчера мне не взяли такую лавашку? Нет, армянский не брали. Сегодня попробуем. Сколько с нас? Сейчас, подожди. Это туда положено? Да, да, в один пакет все положим. Это 252. Пожалуйста. Так, лимончики возьмем свежие сейчас. Как раз рыбку пока поймаем, поджарим, будет мощно. Вот там лимон. Видишь? Да, да, да. Сколько лимонов стоит, девушка? 30 рублей. 30. Три штук и девушка. Три мало, штук пять надо. Да, но, блин, видишь, они все. Это мне кажется, много. Так, сколько? 150. Пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо, хорошей торговли. До свидания. Девушка, а что, мандарины есть у вас? Есть. Давайте. Как вас зовут? Почему? Не снимать, пожалуйста. Почему? Тоже муж придет ругаться будет? Вполне возможно. Нет, муж не ругается. Все, молодец ваш муж. Есть нам мандарины? У меня муж, нормальный. Вот. Это хорошо. Дайте нам классные мандарины. Смотрите, есть у нас китайские мандарины. Которые послаще. Самые сладкие будут южно-раду. А это не мандарины. Вот такие давайте. Да. Сколько вам нужно? Да, штук 10. Давайте. Вас как зовут девушка? 5, 6. Давай, это голубая. Лена. Лена, очень приятно. Елена прекрасная. Елена есть. Вам скидку сделаете, Лена? Обязательно. 379 рублей. 9 рублей вам скидка. 300 рублей. Спасибо. Саша, перестать. Можно. Мандарин досыпьте просто и все. Ой, виноградка. Сами уращивайте виноград такой. Да. Спасибо, девушка, хорошая торговля. Класс. Все, до свидания. До свидания. Мурат, крутая у тебя удочка, я тебе скажу. Фирма веников не вяжет. Да. Это у тебя карбоновая, да? Да. Мага, короче, я не верю, вы нифига не поймаете, я не знаю. Я, наверное, пойду курицу сейчас куплю, на вертеле зажарю ее и поймаете, поймаете, нет, нет, короче, вот так. Ты, конечно, ждать не хочешь. Нет, я не верю, что вы поймаете, вы выловить нифига не умеете. Короче, у нас целый день еще впереди, мы тебе докажем. Я тебе еще вчера говорил, что мы поймаем. Точно? Давай, ты иди за своей курицей. Все, я пошел за курицей. А я останусь с Мурадом. Мурад, что там, клюет? Да, нормально, Мухаммад. Саня, куда пошел? Саня, пошел за курочкой, прикинь, да? Все, взяли, Мухаммад. Смотри на эту. Да, 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 да. Давай, давай, Мурад, аккуратно, аккуратно, снизу бери, снизу, снизу бери. Она порвать может ее. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. Так, все. Ишь, Мухаммад, Александр не верил, что поймаем. Пошел. За своей курочкой, по-моему, поехал уже. Пошел за курицами. Так, две тут, три там лежат, их тоже надо забрать. Я думаю, хватит на сегодня. Конечно, хватит. Фу, ну рыба крепкая, стоять. Вот так, друзья, вот смотрите. Такая мощная. Самец или самка? Самка. Я не различаю. Ай, уйдет час. Ну все, красавица, не? А вот она, дикая рыбка. Смотри, Мурат. Зверюги. А те, на те забрали, да, три? Да, да, те забрали. Все. Фу. Мамани. Сейчас уху сделаем. На сеточке поджарим. А если они еще икряные? Ну, и навряд ли может сейчас икряные. Ну, посмотрим. А Александр за курицей пошел. По-моему, вот это у нас икряная. Сейчас проверим все. Смотри, какую я курицу поймал, Мурат. Курицу поймал. Ты посмотри, что мы поймали? Вы поймали вообще хоть что-нибудь? Иди вон, посмотри, Мухаммад моет. Где? Неужели вы поймали, Мурат? Я вот реально поймал. Ты что думаешь, тут слабачки? Иди вон, смотри. О, это что такое? Это форель, братан. Мухаммад, это на что ты их поймал, братан? На удочку. Да ладно. Я за курицей, я за курицей. Ничего себе. Курицу пусть сам кушает. Посмотри, какая зверюга. Как моя одна курица. А, друзья? Вот, Саня, видишь, а ты не верил. Ще, шикарная. Сколько, пять штук вы поймали, да, Мурат? Пять, да. Красавчик. Мухаммад, держи свой трофей. Ну, все равно, если честно, я у вас верил, пацаны. Не, 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 это не прокатит. Ты курицу кушаешь. Ну, решил я чуть-чуть подстраховочку сделать. Все, хорошо. Вот, курица, домашняя, адыгейская. Короче, курица на вертеле делается где-то два часа. Давайте мы сейчас курицу зарядим. Рыба все-таки быстро делается. Пускай она крутится туда-сюда и будем делать движуху. Давай, Саня, че, как скажешь. Курицу как раз столом освободишь. Я быстренько потом рыбку почищу туда-сюда. Заодно, как Мухаммад говорил, заглянем в нее, есть там икра или нет. О, там еще может икра быть. Конечно. Так, я пошел дрова рубить. Опа. 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 Так, Саня, ну че ты, пока рубишь, тогда пойду я быстро рыбку почищу. Конечно. Чешую, мешаю, все, уберу лишнее. Все это время занимает. Я пока это все сделаю, ты рыбу чай. Все, добро. Мурат, я сам почищу рыбу. Я же сам младший как-никак среди вас. Все, давай, базара нету. От души. Прямо в воде, Мурат. Сейчас я проверю, есть икра или нет. На этой нету. Мурат. Я пока. Дима. Я опять. Я пойму. Записан. А потом я приятного. Умара. Эта. Ну что, поджигаем наш огонек. Субтитры сделал DimaTorzok. Мурат, помыл, почистил. Что уходит на казан? В казан для ухи. То, что жарится, должно жариться. Все, мага, от души. Все, дальше я уже сам его пожарю. Все, сейчас парочку уха и нам на ужин зажарим. Ну вот сейчас, прям сейчас пришла мне хорошая мысль. Хвосты и головы закинем в уху. А все эти рыбы, среднюю часть, зажарим на сеточке и будет просто супер, друзья. Мага, я сейчас быстро замариную курицу, одену ее на вертел, огонь прогорит. Подключим ее к Мурата вертелу и короче мы ее завертим конкретно. Хорошо? Тогда я тогда быстренько возьму, вон там над казном костер разжигу. Давай, давай, давай. Ваджики Мурата. Я не знаю, мне, например, достаточно и соли, и всего-всего-всего. Получается, ну, шикарно просто. Обязательно убираем вот этот момент. Гудочек называется это, гудочек. Гудочек. Да, да. Так, и вот этой аджикой мы это все тщательно вот так вот маринуем, друзья. О, вот туда все вот так. Вот так. Друзья, а знаете, какая изюминка сегодняшней ухи? Вода будет чистейшая, горная вода. Такая она прозрачная и чистая. Друзья, какая же она чистая, эта горная вода из горной речки. На самом деле, кристальная вода. Мага, от души, братан, что рыбку почистил. Так, голову в уху, да? Да, да, голову в уху. Уховой. И хвостик. Вот так, да, и хвостик. Так, это сюда. Из головы и из хвоста, Мурат, получается самое вкусное ухо. Конечно, брат. Вот так. Икры не было? Икры, прикинь, ни одной не было. Вот такие животы были, почему-то икры не было. Ну, видимо, не сезон. Да, 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 не сезон, наверное. Ах, какая рыбка. Смотрите, друзья. На голове тоже чуть мяса оставляю. Вот так. Кто-то любит вареное мясо, кто-то жареное мясо. Рыбка, вот она, да. Вот, вот. Вот это я понимаю. Так. Опять осы пришли. Да, халявщики. Да. Натуральные. А так, Мурат, из этой красной рыбы одна из самых лучших бульонов. Ну, ухо получается, одна из самых лучших. Полезная. Да, и полезная, кстати, для зрения, для костей, для всего. Так, вот так. Вот теперь у нас четкий набор ингредиентов. Ага, поджигай. А, хитер. Вот так. Давай, 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 давай. Как вы разжигаете? Вы что, огонь не умеете разжигать? Рыбу не умеете ловить? Огонь не умеете разжигать? Нет, короче, короче, все я должен делать. Вот, вот так берешь уголь. Уже снизу. Вот так, раз, раз, раз. Все. Александр, так любой может отжигать огонь. И вот сюда, вот так, раз, раз, раз. Конечно, Александр, мы же не печники, как ты. Все. Сейчас вот так уже пойдет движуха. Я вообще, честно говоря, удивлен. Сколько вы рыбы наловили? Пока я, короче, поехал за курицей в Майкоп, они 5 рыб, где-то в среднем по килограмму каждая. Вообще. Два дня, Александр, я тебе доказывал, даже три дня, что рыба будет. Вообще. А ты за курочкой, курочка, курочка, за курочкой поехал. Не верил, честно говоря, не верил я, но... Конечно, верить не будешь. Дилетант рыбу ловить не умеет, елки-палки. Это костер разводит любой дурак может, тем более профессиональный печник. Мурат, не верил, вот честно, не верил, Мурат. Так и живем. Одна голова хорошо, а три мутанты. Просто мы поехали в Астрахань, друзья, на самое рыбное место, все. Не знаю, в Астрахани там, ну, на одну жареху, на одну сковородку поймали. А здесь, не знаю, в таком месте... На одну жареху, говорят. Там вот такого этого выдергнули, как он там? Лещ, судак. Лещ, я даже не считаю, судаки были, потом сазана на три где-то, на два. Я знаешь, что думаю, Мурат, сейчас наши подписчики увидят это место, они уже примерно понимают, где мы. Через два-три дня тут, наверное, миллион человек будет. Как в Сочи, знаешь, там что-то у них питомник разлился, вся форель ушла в реку и весь Сочи по набережной стоит. Ты думаешь, им делать это? Сейчас здесь такая же будет. А, насчет рыбалки-то? Да, сейчас такая же история здесь будет. Это у меня удочка такая. Реально, в Сочи, знаете, там питомник разлился, вся форель вышла в реку, весь Сочи вот так стоит. Я видел даже женщины в норковых шубах. В норковых шубах, да, да. 300 тонн фореля вышла с этого. Представляешь? Ферма была форельная. Ферма, да, да, да. Из-за дождя смыло, там что-то случилось, и в реку выбросило 300 тонн фореля. Это я знаю, братан. Я сейчас думаю, после нас тут такая же движуха будет. Сам хотел, если честно, туда поехать. Серега. Да, что, все зажег? Да, вон, видишь, все горит. Вот, видишь, как все нормально. Так, горит. Саня, костер горит? Да. А то вам, печникам, доверие, костер может потухнуть. Так, на холодненькую, да? Да. Как сам сказал, на холодненькую. Да. Вот так. Ой-ой-ой. И плавники ничего отрезать не будем. А оно же аромат дает. У нас чисто мужское ухо. Жабры удалили. Да, главное, да, жабры. Все. Вот так. Красота. Так, крышечка. Пускай водичка начинает греться. Вот так. Саня, пивасик будешь холодненький, смею снова. Давай, давай. Пив заводика. Мухаммад, извини, томатного сока нету. Ай-яй-яй. Попозже привезем. Блин, ну я честно удивлен. Ну как вы их поймали? Как, как, как? Один день одну хорошую барашку возьми. Приедь. Поставим жариться. И мы тебе покажем, как рыбовать. За теплый добрый вечер за вас, друзья. Друзья, кстати, мы, по-моему, даже сегодня не поздоровались. Всем привет. Не здоровались мы с вами разве, друзья? Возможно, в этой суете с твоей курицей с 7 утра. На рынке. И, как говорится, карканям не поймаете, не поймаете. За вас, друзья. Давайте. В речке остыло хорошо, но пиво. Ой. Так, я пошел рубить дальше. Ох, ох, ох. Так, ну что, друзья, водичка уже почти закипела. А может и закипела. Нет, вот начинает закипать. Самое время снимаем пенку. Уха будет поистине королевская. И вот так уже нашу маринованную курочку насаживаем на нашу вилку от вертела. Вот так, друзья, видите? И вот так она будет крутиться. Саня, помочь тебе? Да нет, Мурат. Нормально? Да. Вот так, раз. Вот так, два. Все, он уже. Ну, ты рад моему подарку? Мурат, это просто вот шикарная, незаменимая вещь. Вот реально. Все, я тебе обещал же так, да. Я тебе. Давно я уже подарил просто это. Реально вот крутая вещь. Вот так мы ее устанавливаем. Раз, два. На кнопочку нажали. Курочка крутится, шашлычок мутится, да? Так, друзья, водичка закипела. Уха варится. Вот так мы ее сейчас подсолим. Вот такой перчик. Мы любим все острое. Лучок. Так. Вот так в кармане смесь перцев. Вот так. И, как говорится, ничего лишнего. Это у нас настоящее ухо. Э, ты что нас преследуешь? Вчера пол барашки съела, сегодня. А? Ктю. А, Мухаммад красавчик. Ну, она навряд ли будет хлеб кушать после вчерашней барашки. Шарик, далеко не уходи. Сейчас курочка пожарится, мы тебя покормим. Так, самое время. Сейчас зажарим рыбку. С лимоном, да, будешь? Конечно. Кто-то скажет, это портит вкус рыбы, кто-то что-то. Но мы делаем так, как считаем правильным для нас. Поэтому никого не хотим обидеть, но готовить будем по-своему. Да нет, нет, если кто-то напишет, что лимон портит рыбу, то пускай он тогда вообще ничего не пишет. Пускай он тогда кушает просто лимон. Да, да, да. Как это, лимон может рыбу испортить? Так, подсолим. Лимончик. Вот так. Есть, да? Да. Следующая делаем то же самое. Соль. Вот так. Вот так лимончика сюда. Закрыли. На сеточку. Вот такая красота у нас, друзья. Так, все. Даже может у нас не поместиться, но мы поместим. Вот так. Да, вот сюда у нас. Будет очень даже хорошо. Так, чуть наисказ. Также сверху присолим. Так. Так, так, так. Я думаю, достаточно. Вот. Такие спартанские условия у нас, братан. Ну да. Самое время переворачивать. Да, да. Как только рыба, дымок пошел, переворачивать. Дым пошел, переворачивать. Так она будет надежнее. Ты знаешь, когда рыба бывает самая вкусная, когда она получается самая нежная, вкусная, сочная. Когда? Когда мы ее сами ловим на речке. Так это не секрет ни для кого. Я думал, ты хотел сказать вот сейчас это, потом ее заново в речку отпускаем, опять ловим. Вот так. Вот так. Еще чуть соли добавлю, а то как будто не хватает. Так. Уха тоже готова почти. Так, рыбку перевернем. Вот, тряпка давай, тряпка. Мама, духу попробуй. Я сейчас ее досолил, по-моему, она вообще четкая. Соль, мол, что-нибудь надо? У-у-у, Мурат. Вкусно. Больше ничего не надо. У нас на аварском говорят, рахат. Мурат, она как слеза. Смотри, какая прозрачная. По здоровью, братан. Вот так, друзья. Чуть-чуть для колера, для аромата добавляем пиво. Вот так, аккуратненько. Вот так, по чуть-чуть. Вот так. На пол курицы томатный сок добавим, Мухаммаду, томатный сок. Хорошо. Видишь, вот так, чуть-чуть. Вот так, чуть-чуть. Это что за бомба, Саня? Ой-ой-ой. Александр, из-за этой курицы все пиво не вылить туда, да? А я смотри, как по чуть-чуть. А, я шучу, брат. Я ей такой душ, пивной душ делаю. Вот так, видишь, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот так, вот так, вот так, вот так. Уха готова, друзья. О-о-ой. По традиции, полено. И, конечно же, секретный ингредиент. А что за ингредиент это, Мурат? Это секретная такая тема. Все, понял. Закрывай. Без него уху не кури, не это. А, понюхай. Что? Вода! Вода, все. Так, рыбку перевернем. О-о-о-о-о-о-о, вот так. Стоять камень. Все. Так. Капнул на тебя? Не-не-не. Вот так. А так шкварчит. Шкварчит сейчас уже корочку даем. Муа-а-а. Правильно сказать, я уже с утра не кушал. Я на этом кофе целый день сижу, я кушать хочу. Сильно хочу кушать. Уху наложим быстро сейчас. Раз-раз. Ну, давай. Как раз рыбка тоже подойдет. Давай. Вот такая уха. Без, как говорится, всякого. Это не рыбный суп, это настоящая уха. Бульончик. Вот так. Мага, что делаешь? Мага, щеку и взяли. На уху, по-моему, лучше всего подходит укроп. Вот что мы делаем. Это все на любителя, но так как у нас сегодня в гостях любитель жареного, поэтому будем уху тоже. Уха такая жирненькая, прозрачная. И я вот просто возмущен. От радости? От радости. Вот так. Эх, 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 эх. Я думаю, еще пару минуточек будет готово. Так, ну что, друзья, давай, 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 не стесняемся. Хлеб. Это уже кто укусил из вас? Это я. А еще под низ положил. Горяченько. Так, это у нас как первое, да? Да. Потом второе, потом третье. Потом курочка. Ну вот скажи с укропчиком, да? Мурат, реально ухо прозрачное, как слеза, вкусное, как самое вкусное блюдо в мире. На здоровье, братан. Сейчас пока уху кушаем. Рыба сгорит у нас. Да, не, не, там все под контролем. Мурат, Мурат, уху кушают или пьют? Как будет правильно? Это я не знаю. Как правильно, кстати, друзья, уху кушают или пьют? Кушают, наверное. Кушают. Что с нашей рыбой творится? Космос. Уфу, ой. Александр, там, может, куртку или безрукавку оденешь? А я ж сибиряк, блин. Ну все, сибиряк. Я ж, блин, зимой снег кушаю. Лопатами, да? Для меня это вообще нечего. Попробуй воронную эту. Не налегай. Давай, держи. У нас первый... Это поставь. Куда? На пол, ой, на стол. А я буду стукать. Александр, за всех, кто по ту сторону экрана смотрит на нас, желаем вам чаще выезжать, отдыхать в вот такие красивые места. Не болейте. Поддерживаешь? Сто процентов. Мухаммад? Я тоже поддерживаю. Все. Томатного сока нету, извини. Бульонница тоже. Все, он просто не пьющий, не выпивающий. А то, что мы налили водку в уху... Я ему не сказал, что это водка... Он, он, он парень тоже все понимает. Это все равно, что хашлама с пивом. А это все ушло, все самое вкусное осталось. За вас, друзья. Да, Мурат, ее кушать или пить с ложки и прямо вот так с тарелки, это разные вещи. Смотри. Глубокий стакан, блин. Местительный, местительный. С тарелки прямо попробуй, как акар-калмыцкий чай. Это вообще другой вкус. Не, не, без энтузиазма, Мага. Я вот скажу, что уха... Что за асса мне на голову села? Это вообще очень вкусное первое блюдо. Вот из первых я больше всего уху люблю. И еще вот, что самое вкусное, когда ты своими руками... Мурат, когда ты ее доставал... Мага, что упала у солдата, то упала на газету. Кушай смело. Мурат, когда ты ее достал... Я, честно говоря, до последнего не верил. Вот сейчас кушаю, только-только я начну верить, чтобы ее впадить. Конечно, я вам реально говорю, он два дня не верил, что на этой речке есть рыба. И вот ту рыбу, которую мы сами поймали, она самая вкусная в мире, я считаю. Наша рыба там не сгорит? Нет, нет. Пойду, переверну, вы кушайте. Бля, бля, мурат, обойду. Мага, не обожгись. Рыба бомба. Ой, а что там за цвет? Не, не, еще чуть-чуть дай еще. Смотри, этот цвет смотри. Еще чуть-чуть дай. Мы еще оставим ее. Это космос. Давай, давай, давай. Это космос. Чуть-чуть дай ему. Чувствуйся, что дай. Ого. Погода, как всегда, в горах. Днем жара, вечером прохладно. А у нас в номере три печки. Эй, не включай их ночью. Дышать нечем. Один мерзнет, другому душно. Эх, присоединяйтесь, друзья. Что за бомбовая ухала. На самом деле, рыбка. Это просто. Вот казалось бы, мы в Астрахани поймали лещей, да? Вот ты на базаре купишь леща, он не вкусный. А когда ты свои лещи... Я лещей не ловил в Астрахани. Я это... Как не лови? Я удил. Удил. Выудил лещей. Лещей ловят по-другому. Я, честно говоря, думал, лещ невкусная рыба. А когда мы своими руками достали леща... Я сейчас понял, что он имел в виду. Лещей удят, а не это. Ловят их по-другому. Блин, что тут за пчела или оса что ли тает, не пойму. Ну, короче, поймали же мы их. Ну, да. Не, рыба вообще класс. Что, рыбку достаем? Ну, да. То, что мы косточки на землю, куда мы качем, что страшно? Это биологический мусор. На польгон, лед. Нельзя кидать. Вот, да. Фу. Это все органика, правильно? Амад, рыбка готова. Это же хорошо, если она готова. Ах, горячая. Так. Как его переложим? А, давай, знаешь как. Вот так, Мурадвич. О-о-о-о-о-о-о-о. Ага, пальцы, че? А-а-а. Ничего, ничего. До свадьбы доживут даже. Мои пальцы. После этих слов тебя могут вырубить, смотри. Думаю, у тебя детей сколько? Да, свадьба. Все. Все, красота. Так, лимончиком каждый попшикает сам, да? Не разливаем, Саня. Мурад, я люблю рыбу только с лимоном. Вот так. Щедро. Ты думаешь, Саня, мы любим без лимона? Да. Вот так, щедро. Короче, всем лью, да? Лей, 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 лей. Конечно, рыбка с лимоном. Вот так его. Так. Ну что, долгожданный момент. Вот с этого начинается. Долгожданный момент начинается с этого. Блин, вот косяк упорол, томатный сок не купил. Ну, ничего страшного. Вообще, правильно не запивать, а закусывать. У нас такая закуска, томат не нужен. Он же томатный сок, тост, говорит. Ну, ладно это. А, да? Я вот так сделаю это, вот так возьму. Правильно, правильно. Не пей. Вы тоже не пейте, друзья. Какая вкусная водка, мага. Ну что, парни, за встречу. Сегодня мы уже третий день, еще будем дня три минимум. Мурат, а ты любишь водочку с лимоном? Это уже будет совсем все с лимоном, братан. Ну, наливай. Ах, ничего, ничего. Как раз занюхаю. Сегодня уже третий день, еще три дня будем, дай бог. Что хочу сказать. Просто максимально крепкого здоровья вам. Максимального успеха во всем, за что беретесь. Радуйте своих домочадцев. Выбирайтесь чаще на природу. Отдыхайте, веселитесь. Жизнь одна. Александр, Мухаммад, кто постарше из вас? Я старше всех. Говори тогда. Короче, рыбалка удалась. Я до последнего не верил. Я вообще в шоке, что Мурат наловил с Мухаммадом сегодня на этой реке. Я думаю, это просто чудо произошло какое-то. Реально чудо. Для них чудо. Для тебя это такой обычный день рыбалки для тебя. Для меня чудо, правда. Мухаммад, два слова. Мухаммад тоже скажет, что ему рад. Здоровья крепкого всем. Удачи во всех начинаниях. И моя коронка. Всем по одному миллиону долларов в месяц наличными. Наличными. Вот так. Вот так. А также, друзья, прежде чем поднять этот маленький стакан с большим чувством, хочу вам сказать и познакомить. Кто не знает, это Александр Печи или Печа Александр канал. Это Мухаммад зовут. Магомед называют. Можно просто мага для друзей. Это любители жареного. Они все кулинарные блогеры. Ссылочки на их каналы оставлю прямо под этим видео. Просто, да, вот, братская просьба. Поддержите, подпишитесь. Один лайк и пару красивых слов. За вас, друзья. Спасибо, Мурат. Не болейте. Опа. Уф. С лимончиком вкусно. Я кушать хочу. О, закусывай, Саня. С лимончиком. Это просто бомба. Рыба. Рыба просто сказка, а не рыба. А, Мурат, у тебя еще лимон здесь в брюшках. Я заезжу. Вот смотри. Вначале я хотел рыбу целиком пожарить. В конце передумал. Головы, хвосты на уху. Вовнутрь лимончик. И только соль. То есть оставили природный вкус рыбы. Не стал я там приправу для рыбы сыпать. Там черный перец, красный перец. Мурат. Было бы грехом или грехом выловленную рыбу вот такой чистейшей реке испортить маринадом. Хотя маринад не портит, но все равно в этом случае надо пробовать. Именно. Все верно. Родную рыбу. А теперь вот так один кусок, смотри. Ах, ах, ах. Вот такие куски у нас, смотрите. Вот так, вот так, вот так, вот так. Прожарилось вообще шикарно. Все тут просто, просто, просто сказка, песня. Вот так. Вот хребет отошел. Все. Собачьи кинут на собаку. Ну как-то так, собака кости нельзя давать. Брат, сейчас курицу пожарим, от курицы мясо дадим. Да, да, да. Да. Вот так выглядит наша рыбка. В общем, вот так, так, лимончик этот тоже не нужен. Э, свои рыбы кушайте. Для вас, что ли, почистил тут. Все, я свое ем. Что-то правда все на Мурата рыбу накинули. Если ты любишь кожу, я кожу, ты же видел, чешую убрал. Кожу я тоже кушаю. Как говорится, кроме кишков и этого, как это там, за ушами у рыбы. Жабры. Жабры. Да, надо кушать, все. Кожу я дома покушаю. Я очень чистое мясо, понимаете. Так, подождите, у нас еще курочка сейчас на подходе. Как же вкусно. Честно говоря, даже хлебом не хочется закусывать, да? Вот, насчет кожи не знаю, а хлеб точно дома поесть можно. Вот это да. Да, ну да, так и говорят, хлеб я дома покушаю. Лимон реально с рыбой сумасшедший уровень, считайте. Да. Тюнинг дает бешеный. Угу. Скоро мы к Маге на рыбалку едем, на Сулакский каньон. Ой-ой-ой. Да. Там большие форели, да, Мага? Да, мы сегодня смотрели же, Александр. Я так хотел сказать. Сюда говорю, микрофончик здесь, брат. Мурат, они плохо услышат. Я хотел официально сказать Мурату и Александру, что где-то в середине ноября, на моем день рождения, мы должны обязательно увидеться у нас в Дагестане. Я вас приглашаю, Мурат опередил. У нас будет и рыбалка, и отдых. Все будет у нас на высшем уровне. Все? С женами без? С женами. Все. Если кто-то женится с женами, если нет, он все сам должен делать для нас. Саня, у тебя срок. Кстати, Александр не женат. Девушки, обратите внимание, хороший парень, работяга, хороший дом, двор, а мама золотая. Ой, спасибо, мама. Обратите внимание, пишите. Мне, кстати, пишут в комментариях за тебя. Мне пишите, его канал Печа Александр. Зашли, Саня, ты где? Я здесь. Саня, ты в порядке? Саня, ты в порядке, да, да. Как эта курочка крутится? Прикол был же. А так, чисто. Короче, вы мне жесткие условия поставили. До какой даты? Понимаешь, до 20 ноября, если ты не женишься, я супругой, Мурат, супругой, ты, если будешь без супруги, всю поляну, весь отдых, это будет на твоих плечах. Ничего себе. Никакая отмазка не будет приниматься. Не в плане закупки, а в плане готовки. Правда, ты провезем, готовить будешь там. А это что, мало, что ли? Мало. Мы его и под закупком тоже напряжем. Да, это по любому. Если мы так не скажем, он не женится. Ни фигайся. Короче, девчонки, пишите, только самые красивые. Некрасивых не бывает. Бывает мало водки, что ли? Нет. На каждую незрелу смертью, на каждую некрасивую, которая нам кажется. Для некоторых мы вообще ужасны. Да. Тут людей нельзя, красивые, некрасивые не бывают. Люди все красивые, каждый по-своему. Вот, Александр. Что в душе, что на лицо. Тебя старший исправил тебя, поправил тебя. Ладно. Курицу пробовать будем? Конечно. Курицу, наверное, Александр сам попробует. Я не хочу ее больше. Я эту рыбу хотел. Не, почему курицу попробуем? Все, попробуем тогда. Брат, смотри, какая она красная, какая она сочная. Мари. На здоровье, братан. Спасибо, спасибо. Не, реально, я тебе честно скажу, оторваться не могу. Она, знаете, вот рыба, она очень такая сытная, плотная. И в то же время она не тяжелая. Такая, знаешь, легкость. На сон не тянет после рыбы. Да. Пусть мясо же тянет на сон. Вам по сколько лет, что у вас на сон тянет? В ваши годы, что такое сон, я не знал. У меня всего лишь 38, я самый молодой. Я самый, у меня, я, кстати, не седой, Мурат. У меня это мелирование. У меня 1500 рублей стоит одна процедура этого всего. Участь. Не знаю, сколько вам. Я только вчера паспорт получил, мне 16 лет. А этот 14 получается. Да? Значит, 14 лет. Вот так мы теряем, друзей. Сходу в ухо запрыгнул, видишь? На самом деле, очень вкусно. Саня, дашь и курицу. Да? Покажем нашим друзьям, как она получилась сочно и вкусно. Давай. Мы на этом откланяемся. Да. Да? Давай. Все, я пошел за курицей. Давай. Ну что, друзья, наша курочка полностью готова. Полностью выключаем. Вот так. Посмотрите, какая шикарная курица. Курица. Давай, давай, подавай на стол. Так, сюда. Так. Вот она. Вот она, вот она. Вид, конечно, у нее бомбезный, Саня. Да. Смотри. Сейчас я буду ногу отрывать. Посмотрите, какая прожарочка внутри. Ой-ой-ой. Сочная, мощная. Мощная, да? Горячая. Да. Да, ножом могли не резать, он вон прям. И вот, смотрите, чтобы не было ни у кого никаких вопросов. Саня, что ты ее там ножом колдуешь. Вот так сделаешь, и все. Все. Не терпится, не терпится. Это любимое блюдо Александра. Курица. Аж сок с нее течет, не? Вертел, это просто очень крутая вещь, друзья. Все эти вертелы у Мурата на интернет-магазине, друзья. Саня, хорош. Кому надо, он сам купит. Да. Шикарно. Я тоже хочу курицу, Александр. Не закончилась, что ли, наша съемка? Вот, бери. Да, Мурат. Мурат, ты будешь курицу? Конечно, что я на вас смотреть буду. Что вы обе ноги похватали, сидите. Александр, давай поближе, микрофон. Да. Друзья, я не мог даже подумать, что она будет вот такая вкусная. Ого. Ой. Вертели мы ее где-то 2 часа. Не-не, поменьше, часа-полтора, час, наверное, чуть больше. Шикарно, шикарно. Так, давай я тоже попробую, что вот тут. Я крылышко поджаристое люблю. Со шкуркой. Вот сюда, срок, когда макаешь хлеб. Вообще вкусно более. Мало, ты все знаешь, да? Косточки не выкидывайте, там собачка сейчас покормим тоже. Вот, держи. Да разом бы кучу положили, да, что он сейчас бедный? Хоп, сосклюжит собака. Ха-ха-ха. Все четко? Бомба! Ну что, мои хорошие, на этой красивой ноте, конечно же, мы с вами не прощаемся. Мы немножко продолжим. Будьте счастливы, будьте здоровы. Не забывайте поддержать и подписаться на канал Мухаммада, любитель жареного называется, и Печа Александра. Этому видео тоже можете лайк не ставить, к ним заходите, поддерживайте. До скорых встреч, друзья, всем пока-пока. До свидания, друзья. Красавица. Блин, собак заводят, потом выбрасывают, да? А вон эта подруга его идет тоже. Вот это можно тоже отдать. Подруге я отдам. Да, в разные места кинь, Мухаммад, чтобы они между собой не махались. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»